Музыка Совсем недавно был бум спиннеров, а сегодня уже в тренде Simple Dimple и Pop It. Странных вещей без определенного назначения на рынке становится все больше. Чем вызвана такая популярность и что привлекает покупателей? Давайте сегодня узнаем у жителей Шимкента. Музыка Ну, там нужно лопать шарики и потом нужно, ну, опять переворачиваешь и нужно опять лопать. И так можно играть. У тебя есть такой симптом? Да, есть. Как ты считаешь, это полезно? Да. Ну, она такая интересная. Интересная? Да, и еще как-то ты его увидишь, как-то хочется его купить и поиграть. Да. А себе или вот своим младшим братьям, сестрам приобрели бы такую игрушку? Они его любят, точно. Да. А себе купили бы? Очень себе. Да. Считаю, что это бесполезные вещи. Человек должен сам себя развивать. Мы должны вернуть наше общество, чтобы оно читало. Ну, по крайней мере, это не какой-то лизун, который там содержит какие-то павы, там, ну, добавки и так далее, красители, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Это просто резинка и все. Как считаете, такие игрушки, это вообще полезно? Ну, для детей возможно. Да? А для взрослых это отвлечение. Отвлечение. Значит, себе вы не купили бы? Нет, себе нет. Внуку купил бы. Да, видел, видел. Видели? Да, я думаю, прикольно. Прикольно? Да. Купили бы себе или своему ребенку? Ну, если бы попросил бы, да. Себе навряд ли. Говорят, что они пластмассовые, знаете, еще же неизвестно, с какого материала это сделано, откуда это пришло. Это, ну, сертификат на них есть или нет, мы же не знаем же правильно, это опасно, конечно. Для детей это очень опасно. Нет, я своим детям бы нет, не купила бы. Нет. Мои внуки, например, просто они читать любят. Они книг много покупают. И сказки рассказывают. А такие игрушки, они очень-то не интересуются. Лучше книгами покупаем, чем такие игрушки. Ну, стресс, это не снимает таких игрушек, потому что даже вот ваши вот эти гаджики, всякие интернеты, они не снимают. Они, наоборот, раздражают детей. Значит, своим детям или себе вы бы не купили? Конечно, нет. Я даже меньше телефонами пользуюсь.